Всем привет, с вами Дмитрий и вы смотрите шоу о компьютерах, технологиях, людях и организациях. На ваших экранах кремниевые титаны. Когда я открыл для себя интернет, а это было по сути не так и давно, в 1997 году, по моим меркам это буквально вчера, основной поисковой системой у меня и у всех моих друзей был Yahoo. Сейчас это кажется примерно настолько же странным, как использовать для поиска какой-нибудь Bing. Но тогда это было абсолютно естественно, потому что интернет я открыл для себя летом, а Яндекс и Гугл появились только осенью, кстати, с разницей всего в неделю. Но Яндекс и Гугл сегодня служат, можно сказать, лакмусовой бумажкой, нередко довольно точно определяющей компьютерную грамотность человека. Яндекс очень уважаемая мной организация, и я всячески приветствую использование их поисковика. Однако, по тому, какой поисковик использует малознакомый мне человек, Яндекс или Гугл, я, как потом выясняется, довольно безошибочно могу определить объем опыта использования компьютера у этого человека. Проще говоря, обычные пользователи в основном пользуются Яндексом, а более продвинутые предпочитают Гугл. Это совершенно не значит, что Яндекс чем-то хуже, просто такое вот наблюдение. Так вот, в те стародавние времена, когда я пользовался Яху, более продвинутые пользователи предпочитали Альтовиста. Альтовиста – это поисковик, который до Гугла пользовался примерно той же репутацией в среде программистов, какой теперь пользуется Гугл. Кто же создал такой прекрасный поисковик? Его создала компания, которая пришла в интернет одной из первых. Сегодня мы поговорим о Digital Equipment Corporation, или просто DEC, компанией, которая доминировала на рынке мощных компьютеров с 50-х по 90-е годы прошлого столетия и оставила после себя мощное наследство, которое надо ценить и оберегать. В 1957 году Кен Олсен и Харлен Андерсон взяли денег у American Research and Development Corporation, добавили немного своих денег, получили в сумме 100 тысяч долларов и принялись создавать инструментарий для производства будущих мини-компьютеров. В своем прошлом шоу 16-бит тому назад я уже объяснял разницу между микрокомпьютером, который мы используем сейчас, и мини-компьютерами, которые, в общем-то, появились благодаря DEC. Если микрокомпьютер прекрасно помещается на вашем письменном столе, то мини-компьютер сам по себе в пару-тройку раз больше вашего письменного стола. Но это все равно мизерный размер по сравнению с тогдашними обычными компьютерами, которые без преувеличения были размером с дом. С двухэтажный, полногабаритный, двух-трехподъездный дом. Или даже больше. Индустрия мини-компьютеров вообще не существовала. Хотя было довольно очевидно, что они нужны. Те, кому они нужны были особенно сильно, собирали их своими силами из тех электронных компонентов, которые можно было купить в магазине. Остальные ждали, когда кто-нибудь наконец уже превратит это в бизнес. Олсен до создания DEC работал в MIT, Технологическом институте штата Массачусетс, где в лаборатории Линкольна он руководил разработкой одного из первых транзисторных компьютеров Transistorite Executor, сокращенно TX. Разумеется, у этой железки были чисто военные цели. Министерство обороны финансировало проект, рассчитывая производить на этом компе вычисления, необходимые для получения ядерного оружия. По факту лаборатория стала в большей степени заниматься ядерной энергетикой, нежели оружием. И вот уже тогда Олсен преуспел в том, чтобы превращать чисто академические проекты в коммерческие. Причем коммерчески вполне успешные. Создав DEC и наладив конвейерное производство вычислительной техники, Олсен и команда принялись собирать свой первый компьютер, который по замыслу должен был быть меньше, эффективнее и дешевле мейнфреймов от IBM. Никто тогда в принципе не представлял, каково это. Но всем очень хотелось, чтобы у них такой мини-компьютер был. Digital Equipment'у повезло, что больше всех такой мини-компьютер захотел себе Конгресс США. Вернее, не себе, а распределенным по стране и миру станциям обнаружения все тех же ядерных взрывов через наблюдение за сейсмической активностью планеты. Поступил большой заказ. Надо было произвести кучу компьютеров и в конце концов уже как-то их назвать, а то не пристало фирме, претендующей на солидность, продавать компьютеры без названия. Вот DEC и назвала свой первый компьютер программируемым обработчиком данных, по-английски Programmed Data Processor, сокращенно PDP. Слово компьютер в названии избегали вполне осознанно, ведь тогда под этим термином понимались огромные машинные залы, а термина мини-компьютер еще никто не знал и не понимал. PDP был очень успешен и популярен. PDP-1, например, был 18-разрядным. На нем, напомню, появилась одна из первых компьютерных игр Space War, впоследствии ставшая, по крайней мере, самой первой популярной компьютерной игрой. Также на нем появился первый известный текстовый процессор, Expensive Typewriter, в переводе дорогая печатная машинка, что очень точно описывало суть программы, работавшей на PDP-1, приблизительная цена которого составляла 100 тысяч тогдашних долларов США. Так как компьютерных мышей тогда еще не изобрели, у PDP-1 было световое перо, выполнявшее роль современного стилуса. Студенты, обучавшиеся компьютерной грамотности, работали именно на этой машине, прекрасно помещавшейся в учебный кабинет. А так как раньше под фразой «разбираться в компьютерах» понималось образование не нидже-суперхакера, именно вокруг PDP-1 стали формироваться первые сообщества компьютерных гениев и хулиганов. Собственно, появление популярной компьютерной игры — это и есть следствие существования хулиганов, разбирающихся в программировании. Кого-то может удивить 18-разрядность PDP-1, но на самом деле ничего тут удивительного нет. Разрядность — это, по сути, лишь длина слова, то есть фактически она определяет некий максимальный объем памяти, но тут тоже требуется уйма оговорок. Компьютер PDP-2 вот должен был стать 24-разрядным, но его так и не сделали. Существует мнение, что не сделали и PDP-3, но на самом деле один экземпляр все-таки был. Это был компьютер, построенный ЦРУ для управления высотным самолетом-разведчиком Lockheed A-12. Этот самолет должен был летать над территорией СССР, но когда он был уже практически готов, над Свердловском, сегодняшним Екатеринбургом, был сбит самолет-разведчик У-2, и штаты передумали летать над СССР. В результате A-12 полетал несколько раз над Вьетнамом, и на этом все. На его базе потом сделали SR-71 Blackbird, и он уже простоял на вооружении довольно долго. Причем для его производства американцам пришлось через подставные фирмы покупать советский же «Титан». Говорят, что PDP-3 был по сути PDP-1, только натянутый на 36-битную разрядность. Однако официально не только это, но и сам факт существования PDP-3 толком не подтвержден. Таким образом, первым общедоступным наследником PDP-1 стал только PDP-4, снова 18-разрядный, но при этом более медленный и дешевый. С пользователями ему не очень повезло, покупать его особо никто не хотел. Министерство атомной энергетики Канады купило такой в Антарио для своего исследовательского реактора, а больше из сильно крупных заказчиков, кажется, никто. Принято считать, что PDP-4, называя вещи своими именами, провалился. Помните, как IBM однажды заявил, что способен продавать порядка 10 компьютеров в год, а все посмеялись? Создатели ENIACа заявили, что трех компьютеров на всю страну будет более чем достаточно. И вот всего через 10 лет после этих заявлений, ДЭК продал свой следующий мини-компьютер PDP-5 в количестве больше 10 тысяч экземпляров. Это был 12-битный компьютер. Но если PDP-1 в силу своего внутреннего устройства работал с максимум 4 килобайтами памяти, то эта машина работала уже с 32. Впрочем, тут опять надо оговориться, что никаких байт в сегодняшнем понимании тогда и не было в обиходе. Байт в сегодняшнем понимании – это единица информации, кодируемая 8 битами. Например, в эту единицу информации умещается простой ASCII символ – одна буква. Это если буквы кодируются 8 битами. Некоторые команды ассемблера имеют размер 1 байт, так что там в 8 бит помещается уже не буква, а целое слово. Вот раньше и объемы памяти зачастую характеризовались количеством слов, которые в эту самую память помещались одновременно. Так что объем памяти PDP-1 был 4К слов, а объем памяти PDP-5 – 32К слов, то есть 32 тысячи. И очень может быть, что длины этих слов в битах у этих двух компьютеров разные. Так что сравнивать эти объемы может быть вообще некорректно, но, честно говоря, доподлинно я этого не знаю. PDP-6 был и вовсе 36-битным. Его дизайн получился настолько удачным, что некоторые пользователи считали его мейнфреймом. И не напрасно. В некоторых задачах он переплевывал по производительности IBM System 360 и даже System 370. Оба мейнфреймы. PDP-7 был заменой PDP-4. И любопытен он тем, что делался без обычных печатных плат, к которым мы все привыкли. Эти компьютеры собирались, применяя так называемый монтаж-намоткой, когда все соединения делаются через намотку проводов на что-нибудь. Звучит диковато, но на самом деле это вполне легитимный способ монтажа электроники, имеющий свои стандарты и правила этой самой намотки. На PDP-7 начал работать чистокровный Unix и язык программирования B, написанный в Bell Labs, и именно поэтому названный так, по первой букве названия конторы. Ему на смену позже придет новый язык, который просто назовут следующей буквой, уже не опираясь ни на какие названия контор. Ну, вы, думаю, догадались, что это будет язык C. PDP-8 был очередной 12-битной машиной, сопровождавшейся хорошей документацией и неплохими скидками на старте продаж. Все это подстегнуло школы и университеты приобрести себе PDP-8 в качестве учебного девайса, что опять-таки подстегнуло продажи. PDP-9 был, по сути, PDP-7, но с почти в два раза увеличенной производительностью. Считается, что именно с его появлением мини-компьютеры стали мейнстримом в области вычислительной техники, обогнав по популярности мейнфреймы. Да и клавиатуры и мышь раньше у компьютеров не встречались, только у терминалов, которые подключались к этим самым вычислительным машинам. А вот у PDP-9 комплект из монитора и клавиатуры уже был. Десятка была, по сути, шестеркой. И тоже неплохо продавалась, но все рекорды, конечно, побил PDP-11. Вот эта машина, пожалуй, сделала DEC теми, кем они и являлись до конца 20-го века. PDP-11 был 16-битным компьютером, определившим на долгие годы то, чем должен быть любой мини- и даже микрокомпьютер. И на что следует ориентироваться, изобретая что-то свое. Такие известнейшие процессоры, как Motorola 68K, ориентировались именно на набор логики LSI-11, работавший в сердце PDP-11. LSI-11 был набором из четырех микросхем и других деталей, в то время как в СССР повторили функционал LSI-11 в одном чипе. И затем штамповали множество разной вычислительной техники, по сути, являвшейся PDP-11 от мала до велика. Это и большие машины серии SM, и домашний микрокомпьютер BK. Все они вариации на тему PDP-11. Все их, как и компьютеры DWK, я освещал в рамках 16 бит тому назад. PDP-12 это потомок PDP-8, а скорее даже LINK-8, компьютера-гибрида, сделанного из PDP-8 и компьютера LINK, считающегося чуть ли не первым в мире мини-компьютером, созданным там же, в лаборатории Линкольна в MIT, в 61 году из запчастей все той же DEC. Компьютера PDP-13 не существует, и я думаю, чисто по суеверным причинам. А компьютер PDP-14 это довольно странная 12-битная машина без памяти и без регистров данных. Более поздние ее версии, по сути, были PDP-8. PDP-15 был последней 18-битной машиной DEC. Она строилась не на дискретных транзисторах, а на интегральных схемах, сделанных из биполярных транзисторов. У PDP-1 терминал векторной графики был неотъемлемой частью компьютера, а у PDP-4 его не было вообще. Так вот, у PDP-15 он мог быть по желанию заказчика. Последней в линейке была машина PDP-16, собираемая из модулей, опять-таки по пожеланиям заказчика, и по сути являлась PDP-14, с большими возможностями. ЦИСК архитектура PDP имела главный недостаток. Слишком маленькое адресное пространство, которое уже в течение 80-х годов стало очевидной проблемой, требующей скорого решения. Таким решением стала новая архитектура от DEC под названием Virtual Address Extension, то есть расширение виртуальных адресов, что впрямую намекало на увеличение адресного пространства. Но это уже другая история, о которой мы поговорим в другом выпуске Кремниевых Титанов.